здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы начинаем вязать джемперочек если я уже его начала вязать значит видео с штанами уже на канале и вы уже вяжете сейчас к этим штанам мы будем вязать джемпер так как у меня серой пряжи осталось там мотка 3-4 где-то то что в кубках смотрана вот приблизительно я собрала вот все мои остатки ну не все там есть другие цвета но розовые я сюда не хочу добавлять в общем как основу будет обязательно серый цвет в джемпере вот как чтобы что нам подходило для вас это не обязательно это мой бизик потому что мне не хочется докупать серый пряжу вот мне хочется использовать вот эти вот поэтому я буду делать из вот этих вот цветов включая серый используя для перехода жаккардовую такую полосну все я вам покажу расскажу вот так вот не знаю буду ли я использовать вот этот вот зеленый еще еще подумаем вот в процессе все будет видно и понятно значит сейчас буду объяснять связать вы сможете по вот этому видео джемпер для мужчин и для детей для мальчиков для девочек я буду разбирать все ну соответственно детские размеры там до до трех лет сюда не входят потому что там другие формулы другие расчеты берите таких деток все семь восемь и и так далее и взрослый мужской любой короче размер вот так вот значит для женского размера я набрала 80 петель и провязала вот эту вот резинку у меня горловина с отворотом 15 сантиметров у меня здесь что и немного хочу остановиться девчонки на горловине можно вы можете связать вот такую маленькую просто ободочек да если это джемперов мужской вы можете сделать двойную вот связать вот так вот здесь подшить и есть у меня видео про пояс вот точно так же как пояс сделать вот такую вот двойную горловину если хотите подробнее остановиться на этих других видах горловины напишите в комментариях я сделаю другое видео я считаю что это как бы не нужно да тут все понятно одинаковое количество петель просто разная высота а там уже как как хотите так и оформите вот один ряд после резинки обязательно провязываем изнаночными петлями и далее мы вяжем росток покажу что хочу сказать я буду вязать классические реглан самый простейший из одной петли я не хочу как бы чтобы он выделялся я хочу чтобы он максимально был как бы в полотне незаметен потому что у меня будут играть и цвета и жаккардовая вот это вот линия если вы вяжете однотонный джемперочек я выложу сейчас после вот этого первого видео буквально парочку там вариантов красиво красивой регланной линии девчонки не обязательно такую но в общем как то если хотите если уж простой у вас джемперок то украсть и его красивой вернее если у вас джемпер однотонный то украсть и его красивой регланной линии я же говорю я там пару видео сняла выложу вам завтра послезавтра вот я же буду вязать простую регланную линию если вы сам джемпер вяжите узором то понятное дело что вам тоже простой линии достаточно будет итак я сказала что у меня 80 петель сейчас я буду объяснять сам принцип как бы как рассчитать для деда как вот это распределить эти петли и как распределить их для мужского детского и женского размера сейчас буду рисовать провязала я ряд изнаночными петлями теперь смотрим девчонки значит вот она наша горловина не важно сколько у нас здесь провязана да вы мы находимся вот в этом моменте где у нас последний ряд изнаночные петли далее разделяем спинка вперед и рукава главная задача здесь у нас если разделить все петли на 8 равных частей здесь у нас три восьмые здесь у нас 1 восьмая и здесь у нас 1 восьмая и здесь у нас 1 восьмая моем на моем примере показываю у меня это 10 петель 1 восьмая при этом отнимаем от спинки для детского размера 3 петли для женского размера 5 петель и для мужского размера 7 петель добавляем к переду для детского размера 3 петли для женского размера 5 петель и для мужского размера 7 петель далее из этих петель вот я сейчас буду показывать на своем примере 1 8 это у меня 10 петель это значит что одна петля у меня уходит на регланную линию а здесь остается 9 петель петель на руках соответственно здесь тоже 1 уходит на регланную линию сюда а здесь у нас 9 петель между здесь у нас три восьмые это 30 петель 30 петель минус 5 вот для женского размера это 25 петель ой подождите ну да 25 петель минус 1 для регланной линии 24 петли у нас на спинку идет здесь у нас 30 петель 3 8 это 30 петель потому что 1 8 это 10 петель 3 8 30 плюс 5 здесь у нас 35 петель минус 1 петля для регланной линии из каждого сектора 1 петля уходит на регланную линию и равно 34 петли вот таким вот образом вы же для мужского размера подставляйте либо для женского сначала вы все количество петель делите на 8 равных частей если они неравные распределите куда угодно хоть на переднюю впереди либо между двумя рукавами либо если две петли в общем если одна там дайте ее вперед у меня так получилось что ровное количество петель поэтому мне повезло вы набираете петли если для женского размера я считаю вот это вот сам ну хотя тоже да девчонки будут быть и пряжа другая и все что угодно теперь я разделяю это все обозначаю вернее вот эту одну петлю значит реглану объяснила спинка у нас 24 петли раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать четыре петли и двадцать пятая вот она будет у нас реглан далее 9 петель рукав раз два три четыре восемь девять и десятая вот она реглан далее период 34 петли раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать и одна петля реглана вот она я прям захватываю за вот эту петлю чтобы видно было что это реглан и тут у нас девять петель раз два три четыре вот это петля у нас регланная линия смотрим берем вот это вот наше число в моем случае это пять и вот эту часть мы делим на шесть шесть частей шесть два три четыре пять то есть частей у нас шесть я криво нарисовала вот если у меня девять петель то понятное дело что оно не делится значит у меня здесь будет две петли и две петли четыре одна и одна шесть ну вот пусть будет одна и две вот приблизительно девчонки две одна две одна два шесть семь восемь девять девять петель я вот их раскинула на вот эти вот петли вот так вот приблизительно раз и раскиньте да это будет наш росток теперь что мы делаем соответственно у нас мы будем вязать лицевой гладью далее и при этом вывязывать реглан поэтому поэтому мы так распределили петлю вот смотрите у меня вот это вот спинка да я начинаю с этой спинки сейчас в этом ряду я не буду делать реглан я просто продвинуть потому что это как бы последний ряд конец последнего ряда сейчас мы его доведем мы будем вязать незаконченными рядами вот здесь вот наш реглан я его провязываю уже лицевой и здесь вот две петли у меня я их провязываю поворачиваю работу поворачиваю работу делаю воздушную петлю и по вяжу изнаночными изнаночный ряд так вот она вот он наш реглан маркер здесь я провязываю тоже две петли вот они две петли здесь у нас тоже самое да второй рукав разделен точно так же на два соответственно у детского размера у вас будет только три здесь разделение у мужского размера больше 7 разделение поворачивая на лицевую сторону делаю вот эту воздушную петлю довязываю до реглана и здесь уже я вывязываю рекламу вот так вот поднимаю лицевая петля здесь поднимаю вот по обеим сторонам от лицевой петли у меня по одной петли из протяжки далее вяжу лицевыми петлями так вот приблизилась я ко второму реглану снова перед рекламной линией и после нее я делаю вот такие вот добавляю из протяжки петельки здесь ой 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 здесь у меня смотрите после реглана одна петля вторая которую мы не довязали в прошлый раз воздушная петля ее мы провязываем со следующей петлей здесь у нас одна петля видите одна и сразу же поворачиваю работу делаю воздушную петлю и вяжу до изнаночный ряд здесь точно так же мы дошли до сюда и вяжем этот воздушный петли где у нас был поворот пау где мы повернули и эту воздушную петлю мы провязываем со следующей петлей сразу поворачиваем потому что у нас всего одна петля вот мы ее вместе и провязали и теперь лицевой ряд снова делаем и вяжем в лицевом обряду то есть вы вы вяжем вот таким вот образом до первой точки повернули до второй точки повернули здесь до второй точки повернули пока мы не перейдем прям последней нашей точке реглан в каждом лицевом ряду как и положено мы вывязываем реглан если вы вяжете с каким-то узором то узор уже начинаете вывязывать либо если у вас регланная линия то тоже уже конечно вам нужно ее выполнять мы приблизились сюда к нашему повороту и опять продвигаемся на одну петлю то есть вот эту воздушную провязываем лицевой со следующей петлей и поворачиваемся снова так провязываем тоже изнаночной и теперь уже мы два по два раза сделали вот это по одной петли и теперь у у нас следующие две петли здесь делаем воздушную петлю то есть мы постепенно передвигаемся к второй линии реглана на рукаве здесь не забываем уже вывязывать реглан то есть петли у нас добавляются в рукав и в спинку так далее вот смотрите мы соединяем и провязываем еще одну петлю поворачиваемся то есть теперь у нас две петли вот вы следите за своей схемой не за моей я вяжу по своей схеме а вы вяжете по своей здесь тоже вот провязываем вместе пусть и еще одну петлю здесь снова у нас одна петля по нашей схеме и в изнаночном ряду тоже одна петля и остается у нас последний сет вот здесь две петли видим и в другом конце две петли дома марки все мы делаем последний раз вот этот лицевой изнаночный ряд так здесь у нас остается две петли но я все-таки сделаю одну потому что потом у нас сейчас вот будет воздушная петля и нам придется ее фиксировать за линию реглана что мне делать не хочется поэтому я здесь все-таки провяжу одну петлю вот если у вас тоже получилось так что вы вблизи реглана лучше к ним не как бы закреплять за регланную линию все-таки чтобы одна петля там осталось я делаю последний ряд здесь вот тоже самое одна вот смотрите у меня петелечка осталось здесь перед рекламом и все и теперь я сейчас еще делаю эту воздушную петлю чтобы потом соединить но далее я уже вяжу только круговые лицевые ряды я вижу и вы вяжете выполняя при этом реглан через ряд потому что вяжем в круговую вот он реклам можно продвигать вот эту рекламную линию маркер чтобы не путаться сейчас на данном этапе у нас здесь на спинке должно быть 34 петли вернее есть 34 петли вот они мы добавили 10 по регланной линии 5 и 5 поэтому здесь у нас 34 и впереди 34 вот для этого мы делали вот эти плюсы и минусы да помним и вот видите на какую высоту у нас поднял поднялась спинка на 5 сантиметров что вообще идеально для женского джемпера я считаю уже вяжем по кругу по кругу по кругу ничего не считаем вяжемся и наслаждаемся в четырех местах мы делаем добавление вот здесь вот девчонки мы соединяем а здесь у нас три главная линия здесь я сделаю вот так вот а потом уже буду снизу вытаскивать потому что здесь не хочу нарушить структуру вот этого одного изнаночного ряда так что первый раз я сделаю просто воздушные петли вот видите почему я одну петлю реглан оставила потому что здесь нам нужно вот соединить последний раз и далее мы проверим продолжаем вязать ровное полотно у кого ровное у кого с узором у кого с орнаментом как хотите вот так вот выглядит наш воротник и продолжаем работу работу и